Всем привет, меня зовут Антон. Сегодня мы с вами посмотрим, как установить Apache NiFi на свой компьютер. Итак, открываем браузер, вводим в поисковую строку NiFi. Затем открываем ссылку nifi-apache.org и выбираем вкладку Downloads – Download NiFi. Нас интересует последняя версия 1.14.0 и выбираем файлик bin.zip. Нажимаем на ссылку, сохраняем файл на компьютер. По окончанию загрузки открываем наш архив, распаковываем в необходимом месте. У меня это будет каталог с другими версиями Apache NiFi. Дожидаемся окончания распаковки. Переходим в каталог NiFi. bin и запускаем файл runNiFi.bat. Открывается консолька и NiFi стартует. Пока он запускается, перейдем в каталог вверх и conf. Здесь конфигурация. Нас интересует NiFi Properties. Открываем блокнотом и ищем строчку, содержащую слово порт. Видим HTTPS-хост и HTTPS-порт. Это будут наши значения, по которым откроется основное окошко NiFi. 27.0.0.1 или localhost, если он прописан в хост. Открываем браузер и пишем HTTPS-localhost.84.43. Одна из особенностей релиза 1.14.0 в том, что они по умолчанию добавили сертификаты. Поэтому надо обязательно писать HTTPS и соглашаться на предупреждение, которое откроет браузер, из-за того, что сертификат является самым подписанным. Поэтому везде соглашаемся. Ждем, пока откроется основное окошко. И здесь мы увидим два поля юзера паспорт. NiFi по умолчанию сгенерировал эти значения. Для этого идем в каталог и открываем логи. Папочка logs. Далее блокнотом откроем niFi-app.log. Здесь поиском ищем слово password. Нашли строчки generated username и generated password. Можем скопировать эти два значения в MiFi и залогиниться. Нажимаем кнопку login и мы успешно зашли. Давайте первым делом проверим текущую версию. Для этого переходим в about. видим версию 1.14.0. Если вернуться обратно в логи, NiFi пишет команду для создания своей собственной пары логина и пароля. Ее можно выполнить и сменить значение. Немного ниже в логах у нас указан адрес интерфейса NiFi, по которому мы заходили в поисковой строке. Теперь давайте проверим работоспособность NiFi. Для этого у меня заготовлен один из старых шаблонов. Из примера занятий загрузим его и попробуем запустить, проверить, что сообщения будут бегать. Загружаем, перетаскиваем шаблон. NiFi составлен процесс в lesson 1. Загрузим, открываем его и запускаем. Видим в очереди сообщение. Открываем его и посмотрим, что лежит в контенте. Данные есть. Все успешно. Приятного всем пользования. До свидания.